всем привет как вы уже поняли я ищу японский клён место для него уже готова пойдемте покажу вот прекрасное место которое является партерной зоной моим входом сад его видно из террасы из окон дома и давно понимала что хочу сюда посадить именно дерево нужно было какая-то вертикаль но буквально на днях пила кофе наблюдала отдыхала и поняла что именно веточки такие ажурные красивые краснолистного японского клёна будут обалденно смотреться на фоне этой перголы на фоне моего не ваке и будет очень интересно смотреться еще именно пальмалистный клён который будет высокий и такой ажурный аккуратный не который будет расти как капна а который будет расти веточками вверх и в этот прекрасный солнечный весенний день отличное настроение для садового шопинга полностью готова друзья теперь давайте помечтаем как будто у нас есть телепорт мне понравились два по форме японских клёна пальмалистных больше подойдет красным японским клёном относятся два невидный верный и японский клён и еще множество сортов которые вывели селекционеры на основе вышеперечисленных из названия дерева можно понять что родина является страна восходящего солнца между собой они отличаются резными листьями которые имеют пурпурные или ярко-оранжевые цвета и оттенки еще они отличаются формой кроны размеры деревьев зависят от вида они около трех метров в ширину и до восьми в высоту злоневидные клёны могут быть более высокими а веерные относятся к низкорослым видам в настоящее время садовые центры предлагают сотни сортов японских клёнов все они прекрасны и станут достойным украшением южного сада в общем приеду домой мы будем показывать какая задумка ну вот мы красавиц мой любименький мы хорошенький едем домой а теперь домой слава богу теперь дома не всегда к сожалению растение находишь так близко и поэтому конечно телепорт очень сильно облегчил жизнь садоводов но теперь друзья шутки в сторону переходим к посадке друзья сад это конечно какой-то степени отражение души своего создателя вот смотрю я на свой японский клюн и уже представляю как будет красиво наблюдать за распусканием его листиков как он начнет подрастать подниматься как некоторые веточки будут перед моей перголой развиваться листики на ветру красиво японские клёны пригорают у нас на солнышке поэтому любят такое полу тенистое с рассеянным светом место вот здесь будет прекрасно моя шпалерка будет боковинка от перголы будет как раз его затенять на ней жимолость барбарис распустится место такое недалеко от дома ветер тут не такой сильный вот мой красавец японский клён ребята вот смотрите это пальма листный клён но был завоз у нас клёнов вот цена была очень приятная честно скажу но они не подписаны вот смотрите японский клён пальма листный культивары но был прекрасный бонус вот такие замечательные листики у всех пальма листных клёнов листики похожи но этого еще такие резные резные красивый листик очень единственное он может быть красным а может такое получится что он будет orange dream оранжевый но честно я даже до последней минуты сомневалась хочу я красный или оранжевый пальма листный клён и вот решила довериться судьбе взять его на почке можно было конечно подождать и взять уже с листом но мне нужен именно вот скелет мне нужно было выбрать растение которое будет расти вот так наверх у меня здесь растет такое красивое дерево сливовишня приобретала на рынке без сорта ну как она мне нравится вот как бы вам передать вот свое ощущение вот смотрите когда вот в этой перголе она прямо такой декоративная все сезоны и осень у него темно-вишневые листики становятся весной она все покрывается цветами она цветет очень рано в общем когда бы не смотрела я на него через эту перголу всегда она красивая нарядная поэтому мне очень нужно было чтобы японский клён мой рост тоже вот так наверх чтобы именно это был такой высоко растущий клён не тот который растет зонтиком а именно такой который наверх и вот по строению этого клёна я понимаю что это то что я искала сажать я его буду вот сюда на это место здесь галка глобоза она будет его закрывать от ветра зимой в общем все вот это место весь верх будет его вот так красиво будут подниматься веточки а вот сюда посадила своего малыша это мой самый первый японский клён но взяла его совсем малышом думала понаблюдать поучиться и вот честно он рос в другом месте вот я вот только два дня назад сюда пересадила дело в том что очень удивилась достала его его кто-то съел внутри вот такой большой вот большой кусочек выгрызен напополам буквально но он видимо уже давно съеден вот посадила весь живой но он горел на прошлом месте решила сделать тенек но я его пересажу сейчас контейнер и буду наблюдать его выхаживать посмотрим как он будет себя вести ребята по посадке я не думаю что кому-то очень интересно увидеть копающую женщину но если вдруг интересно пишите в комментариях обязательно что-нибудь посажу на камеру смотрите покажу что буду использовать я буду использовать грунт для посадочной ямы 8 взяла цитруса вы мне посоветовали в садовом центре вот его ph японский клён он кислотник также в посадочную яму я добавлю осмокот и их хвойный грунт и обязательно просто обязательно у нас такие жирные черноземы я добавлю ну большой процент песка я уже говорила что я яму всегда делаю на глаз не рассчитывая ну вот буду добавлять песок и смотреть когда начнет уже такая рыхлая вот хорошая земля клён японский не выдерживает ни сухого грунта не заплотненного такого и он очень любит рыхлый влажный такой хороший субстрат кислый слабо кислый нужно так точнее выразиться вот в общем сейчас посажу своего малыша покажу вам ребята рассказывая японских клёнах конечно не могу не показать вам вот этого малыша но малыш подающий большие надежды это клён японский эмеральд лейс посадила его в прошлом году он был 10 сантиметров вот он просто за лето вот такие вот две большие ветки было три но на одну дочка наступила младшая и осталось две вот есть задумка веточки сами гнутся пока они тоненькие хочу попробовать сделать из него интересную форму топиарную покажу как буду формировать буду его на проволоку ставить и изгибать ему ствол у него очень красивый листик сейчас он попробую показать такой очень очень резной зеленого цвета осенью он краснеет мой прекрасный пальмолистный клён посажен и теперь я с нетерпением жду момент распускания почек постараюсь разделить его с вами а на сегодня все до встречи на канале